Одно из чего начинается любой бизнес. Бизнес, давайте соизмерим, знаете, с чем? Строим дом. Прежде чем строить дом, что изначально делают? Западывают фундамент. Сложили котлован. Вырыли котлован, сложили фундамент. Только на нем потом строят дом. Так вот, хочу вам сказать, что люди, потребители, клиенты, но мы же сами клиенты всего. Даже сидя в этом помещении, в той одежде, в которой мы одеты, мы же клиенты какого-то, потребители какого-то, чьего-то бизнеса, да? Ну и, собственно говоря, люди и клиенты, и это и есть тот самый фундамент, на котором строится любой бизнес. Абсолютно все. И я, так как мы вторую часть начали с игры, предлагаю вам поиграть. Любимые поддела. Значит, взяли свои блокноты, ручки, приготовились, и записываем имена. Я буду задавать вопросы, а вы мне будете творить. Не мне будет, если вы собираете свои блокноты, есть у вас такие знакомые из вас. Первое. Скажите, у кого в окружении есть потрясающие преподаватели? Имя пишите. У кого из ваших знакомых есть дача? Имена. Есть в вашем окружении люди, которые хорошо поют или танцуют? Нет. Есть такие люди? Имена напишите. Нет. Есть такой человек, который великолепно говорит? Кроме меня никого. Одну секунду. Берет. Возьми, пожалуйста, у Андрея. Потом. Спасибо. Скажите, есть у кого-то в окружении репетитор? Классный репетитор, которого вы можете порекомендовать. Скажите, есть у вас в окружении человек, который работает персональным тренером? Имена записывайте. Который путешествовал по Европе? Есть у вас такие знакомые? Имена. Который знает иностранный язык? Какой-нибудь. Японский или китайский? Все вокруг. Все вокруг. Который любит собак? В моем окружении есть такой человек. Да я надеюсь. А кто не знает ни одного из вас не подходит? То все подходят. У кого есть маленькие дети? Есть у вас в вашем окружении такие люди? Нет. Чьи дети учатся в колледже? У кого есть мотоцикл? Человек, который является владельцем большого особняка? Человек, который работает медсестру или сиделкой? В вашем окружении есть такие люди? Имена записывайте. Медсестра или сиделка? Агент по страхованию? Домохозяйка есть в вашем окружении? А стилист, парикмахер? А массажист? Имя вспомнили? Человек, которому нравится пользоваться декоративной косметикой? Ну вы знаете, что этот человек ищет, или может быть какие-то прям классные фирмы выискивает, еще что-то? Есть в вашем окружении такие? Лиля, да? Лиля? У вас есть еще одна Лиля, которая любит это? Есть в вашем окружении люди, которые работают официантами? Стоматологи. Люди, которые ходят в церковь. Ну вы знаете, что тот человек, который каждый воскресенье ходит и каждый раз вам рассказывает об этом. Встречаете, а он там свою песню поет. Есть человек, который, какой-то кофеман, это чаеман. Тот человек, который любит хорошие чаи. Может быть даже заказывает отходы там. Забежи в список. Есть такой человек, который три раза в неделю ходит в бассейн поплавать. Сама рассказывает, сама вспоминает людей, которые видят погружения. Есть у вас такой человек, который вам похвалился о том, что он делает зарядку. Каждый день человек делает зарядку. Вы думаете, вот он делает, а я забываю. И у вас в памяти осталось, что такой человек у вас есть. И если есть такой человек, который любит цветы. Правда, могу еще долго продолжать этот список. У меня там в два раза больше. Я уже так выборочно выбирала, чтобы дать вам понять о том, что подумайте о вашем окружении. Какие есть люди у вас в окружении? Что они любят? Кто чем занимается? Вспомните. Может быть, вы про кого-то и забыли. Я сейчас вам только часть кому-то предложила вспомнить. Следующий момент, о котором хотелось бы сказать, что начиная, опять же, любой бизнес, человек подготавливается к тому, чтобы открыть его и начать строить. Там, да, как вот про дом мы начали, если вы говорите. Но давайте, знаете, как с другой стороны зайдем. Например, если вы собрались в отпуск поехать. Что вы делаете? Для начала вы выбираете время, месяц, когда поедете. Потом вы думаете, в какой город или в какую страну. Потом вы начинаете продумывать, в каком отеле вы хотели бы остановиться. Покупаете билеты на эти числа. Что дальше делаете? Продумываете экскурсии, куда вы будете ходить. Вплоть до того, что сейчас, что делали организаторы, когда предложили вам пойти пообедать куда-то на перерыве? Места предложили вам. Вы тоже точно так же сделаете, когда поедете в другой город. В отпуск вы посмотрите по карте, что есть вблизи от вашего отеля, куда вы сможете ходить завтракать, обедать, или, может быть, устроить романтический ужин на этой неделе. Собственно говоря, вы тратите какое-то время на то, чтобы провести эту подготовку. Я предлагаю вам, составляя список ваших знакомых, мы еще, я раскрою вам какие-то другие моменты, начать писать, вы уже сегодня начали это делать, займитесь этим, уделите этому прям время, сядьте и подумайте, носите этот блокнот с собой, потому что вы будете где-то ехать или идти, вы можете вспомнить этого человека, которого у вас нет в списке, остановиться и записать его туда. Договорились? Что мне хочется сказать по поводу списка? Сейчас, сейчас. Я хочу вам показать. Сказала Ирина, что я, ну я сундук, конечно, в этом плане, ничего не могу рассказать, по поводу списков. Люди не понимают, что я сундук сейчас. Сундук списка, со списком. Я принесла показать блокнот. Вот мой блокнот, который я, в принципе, себе подготавливаю каждый месяц. Вот здесь вот списки людей, которым я в этом месяце, теперь микрофон обратил, по которым я буду звонить. То есть это здесь, вот здесь. Знаете, я вам подержу микрофон, добавь. А то я не могу. Значит, вот в списке, это вот на этот месяц, я кого-то тут успеваю, прозвоню, я тут, 84 человека. Лиля, а что там у тебя за позиции? Прочитаю, а что уже закреплю. А наверху у меня то, о чем я буду говорить с людьми. То есть то, что есть в проекте, какие определенные там, куда я могу пригласить человека. Предложить ему, так как я провожу маркетинговое исследование, дать попробовать какой-то продукт, рассказать о том, что будет какое-то мероприятие. То есть вот у меня вот тут вот все, чтобы... Я отмечаю себе, если я про это поговорила, больше ни про что не поговорила, то в следующий раз я себя отмечу, что я поговорю еще и о том. И есть еще один список. Это те люди, которые уже лояльно отнеслись к моему предложению. То есть те прям совсем вот новые. А тут вот уже, видите, как-то и записи побольше. Это то, что я уже что-то предлагала и еще что-то буду предлагать, ну и так далее. Потом. Благодарю. Я, если что, можно было это. Далеко тогда не уходи. Вот. Значит, есть еще один вариант. Ну ладно, это я сейчас еще покажу, начну разговаривать об этом. Значит, что мы с вами делаем? Прежде чем начать двигаться к намеченной цели, нам с вами необходимо создать тот самый фунтамент, значит, сделать список знакомых. Мало того, что этот список знакомых будет таким главным, наверное, самым основным капиталом вашим, с которым вы будете двигаться дальше. В плане сундука, то, что я сказала, что у меня в списке не 200 человек и не 500, наверное, 5000. и я реально физически не успеваю звонить этим людям, но я как коробочка, вот я их все равно собираю. Поэтому для меня это тоже является главным моментом. Ну так что ж, я вам предлагаю за счет купить тетрадочку отдельную, вот как я вам показала, и на главной странице этой тетради записать такой лозунг к себе. Я такая-то, такая-то начала оформление данного списка моих знакомых с целью помочь этим людям, а также их знакомым, друзьям и родственникам, которых я пока не знаю, обрести физическое и материальное здоровье. Поскольку владею ценной информацией, я просто обязана передать ее окружающим и не имею никакого права удерживать ее, используя единолично. Похоже на кряпл. Я ищу людей для них. Так что лозунг, который вы записали, что вы пишете в этом списке? Первое. Я вот сейчас имена перечислила, а вы еще разделите в своем списке на амбициозных людей, близких родственников, которые у вас есть. То есть составляйте списки, в принципе, может быть, их как-то дописывайте, переделывайте, вносите в какие-то контенты определенные, да, каким образом вам лучше будет это видеть. И все остальные. Все остальные списывайте, может быть, социативно, в каком плане, с кем часто общаетесь, с кем общаетесь раз в неделю, с кем-то вы общаетесь раз в месяц, с кем-то раз в полгода. Запишите этих людей, кому-то, может быть, редко обращайтесь по каким-то причинам. Это те специальности, которые я вам называла, и, может быть, вы когда-то к ним обращались, и это было много лет назад, но телефон у вас сохранился. Напишите в тетради имя, телефон, и, вот как Светлана сегодня показывала, пока она позвонила, ходила, и столбик такой отдельный, информацию об этих людях, чем занимаются, чем дышат и так далее. Значит, дальше. Не решайте за людей этому надо, а этому нет. Я столкнулась с тем, что люди мне, новые люди говорят, что зачем мне писать список, у меня есть все в телефоне, я и так знаю. Спасибо. Спасибо. Знаете, что хочется, я говорю одно, мысли бегут вперед еще, потому что об этом можно говорить на самом деле очень много. Хочу вам сказать, что, закруглить, знаете, что, тем, что, общаясь с этими людьми, есть еще логика цифр, почему в списке должно быть много людей. То есть, тогда, когда у вас есть 200 человек в списке, очень легко уже начинать работать. Взяли первую двадцатку, начали звонить, первые 10 человек совсем не ответили, или ответили, сказали, что они заняты, говорить не могут. Еще 5 человек, которые сказали, что не сейчас, потом, из этих 5, которые остались, двадцатки 5 человек, которые остались, которые сказали, да, придем на встречу, реально пришли два, а один заинтересовался или не заинтересовался. Вы взяли следующую двадцатку и начали звонить. И тогда, когда у вас закончился этот список 200 человек, то есть, вы его прозвонили, как вы думаете, я опять начинаю звонить сначала. Сначала, по какой причине, я рекомендации спрашиваю, и вы не поверьте, дают рекомендации. Знаете, как рекомендации? Вот так. И, покажу. Спрашиваю, есть ли в вашем окружении люди, которые интересуются тем, чем, ну, я предлагаю, чем я занимаюсь. То есть, это вот рекомендации, которые мне дают, я их себе в тетрадочку пишу. Ну, в тетрадочке много тут можно. Вот так вот дают. Но это только частная такая коробочка, я отложила, чтобы вам показать. Дают вот так вот рекомендации. Понимаете, вот так вот. Раз, ничего, в телефоне скинули, вот так. А я распечатывала, ну, чтобы звонить было удобно. Дают тестовые наборы какие-то, вот мне дают рекомендации. Видите, где много людей, где поменьше, где вот мне, никого не дали, где один человек, где никого, где опять много. То есть, вот я еще по ним не звонила, ну, не успевала. Спасибо большое. Хочу завершить свой рассказ по поводу списков одной истории. Дело в том, что история такая, идет человек по улице и видится магазин, где написано продается все. Ну, и человек заходит, видит, что продавец, такой взрослый мужчина, может сказать, старец такой, с бородой. И он у него спрашивает, что прям все продается? Он говорит, да, продаем все, но не плоды, продаем семена, того, чего вы готовы выращивать. Если вы собрались заниматься своим бизнесом, который с фундамента начинается, это люди, первое, самое основное, начните собирать эти семена, записывайте.